Привет, друзья! Ну, может вам покажется странным, что на самом деле человечность, человечность это когда эго нету, да, это когда нету инстинктов самосохранения, которые вот глушат человека, ему надо выживать, или в бытовых условиях надо выживать. А человечность когда альтруизм вместо эгоизма. И вот я смотрю и смотрю вот этот вот о том, как, о чём говорили пророки. Да, о чём говорили пророки на самом деле. Они, оказывается, говорили о человечности. Да, вот при трансляции всё это по-другому комментируется, и всё получается иначе, и войны, и конфликты, и агрессии, и религии между собой перессорились, и все, да, и бизнесмены крутые, слились с платформами, и теперь регулируют людей, разъединяют друг от друга, искусственный интеллект рассылает кому что надо по своему усмотрению. Ну, вот теперь посмотрите, человечность. Мы создаём науку человечности, мы определяем понятие, ну, что же такое любовь? Потому что и пророки говорили, Бог – это любовь. Да. Ну, не определили понятие, потому что понятие, такое слово «любовь», оно эмоциональное такое. Вот каждый определяет силу своего интеллекта, своего развития. Вот этим, собственно говоря, и разделяются люди. Один понимает Бога как живое некое существо, как субстанция, которая может вмешаться в любой момент и перстом своим поправить твою судьбу, создать чудо и тому подобное. Другой понимает это по-своему, как законы природы, где есть причины и следствия, и это неуклонно. В виртуальной картине мира, в религиозе, например, это и есть воля Божья. Никуда не денешься, неуклонно. В наушной картине мира причинно-следственные связи, законы природы. И вот посмотрите, человечность – это когда снимаешь стресс и выходишь на состояние такое нервоническое нуля, когда ты можешь понять, кто ты такой, чего ты хочешь, наконец-то разобраться в себе, принять какие-то разумные решения со здравым смыслом согласованные и со своим сердцем. Это всё связано, и изобретательство, потому что творец – созидатель. Да, созидатель. А когда ты в стрессе, какое может быть созидание? Ты только защищаешься, у тебя инстинкты самосохранения. Но это у всех животных есть, а у человека как бы есть выбор. Выбор. И что главное он выбирает? Ну, конечно, выбирает быть человеком, а что же ещё он выбирать должен? И вот посмотрите, как связаны между собой человечность, состояние Творца – это созидательность, это ваше чувство уверенности, когда вы находитесь, как я говорил, на самом почётном месте, и как бы творите, созидаете, и у вас нет страха, нет шаблонов мышления, нет у вас авторитетов, вы не создаёте себе кумиров, как и сказано во всех священных писаниях. Да, вот же о чём речь идёт. Чтобы был мир на земле, надо определить эти понятия, не только эмоционально на них реагировать, а что такое любовь, что такое созидание, что такое чувство бесценности живого, что такое сотворчество, что такое счастье, что счастье – быть самим собой. А это когда бывает? Когда нет стресса, вы, наконец, начинаете понимать себя, у вас происходит самоидентификация, понимаете, чего хотите, повторюсь ещё раз. Так вот, чтобы был разум и мир на планете. Как раз-таки об этом мечтали пророки. Но то, что они говорили, я ещё раз говорю, комментировалось, комментировалось людьми в зависимости от уровня их развития, что, собственно говоря, и происходит. Да, всегда. От уровня своего понимания человек комментирует и передаёт другим людям. Да, и доходит до нас то, что говорил и Христос, люби близнего своего. Да, то, что говорили другие. Да, как раз эти великие учителя доходят до нас в зависимости от того, как мы это понимаем. Потому что свет в глазах смотрящего. Поэтому состояние Творца – состояние изобретателя. да, создающего новое. Вот видите, как всё интересно. Состояние Творца – это человечность, а это как раз-таки состояние свободы внутренней, да, когда он не придавлен стрессом. Ну, поскольку мы все в стрессе, и поскольку у нас разный уровень понимания, особенно, когда мы зажаты в условиях выживания, а почему у человека возник в процессе эволюции? Ведь можно было бы просто свой род продолжать, как говорится, биологически, и почему всё-таки нужно создавать науку человечности. А это единый общий международный язык, который доступен был бы каждому. Потому что биологический вид можно и так продолжать, но если вдруг наступит такая неопределённость, как сегодня пандемия, или что, если человек не будет свободен, и изобретать, уже не создаст он новое, что может поставить, как заслон, против этих войн и пандемии. Поэтому, чтобы сохранить и реализовать себя в условиях неопределённости, в условиях всяких вот этих новых угроз, одного биологического вида продолжения жизни, как у животных, недостаточно. Поэтому и произошёл человек со своим разумом, со своим здравым смыслом, со своей изобретательностью мышления, чтобы род человеческий и продолжался, и сохранился разум на планете. До встречи!